Здравствуйте! С вами снова Экви-менеджмент с Витой Козловой. Сегодня мы начинаем новый цикл программ, посвященный качеству и обозначенный в нашем лого буквой Q. Разумеется, цикл качества я не могу не начать с темы, какой должна быть конюшня, так как это не только самый часто задаваемый вопрос, но и основа правильного КСК. К сожалению, у нас в стране нет статистики и обобщенных данных о том, как влияют условия содержания лошадей на качество и продолжительность их жизни. Но она есть на Западе, из чего мы делаем вполне закономерные выводы. Делаем мы подобные выводы и по итогу своей почти 30-летней деятельности. Большинство лошадей нашего клуба уходят на пенсию приблизительно в 20 лет и еще около 10 лет счастливо живут в пансионе, находясь на свободном выгуле, обеспеченные необходимым уходом и качественным питанием. По известным причинам до 1991 года в нашей стране не было частного владения лошадьми. В государственных спортивных обществах в качестве приоритета господствовало не качество, а массовость. При этом неуклонно шли следующие процессы. Кадры управленцев в области конного спорта не готовились, старые исторические конюшни ветшали, а новые строились с большими огрехами. Поэтому зачастую мы сегодня обращаемся за опытом или к западным специалистам, или в прошлое. Итак, начнем с места расположения КСК. Ведь зачастую инвесторы не выбирают территорию специально для строительства конно-спортивного комплекса. Как правило, это некая данность. Есть участок земли, продается недорого, отдали за долги, купил в нагрузку с чем-то еще, который уже потом волею судеб превращается в КСК. Но представим себе ситуацию, при которой мы осознанно выбираем место расположения конно-спортивного комплекса. И первое, что мы делаем, это осматриваем участок на предмет зооветеринарных норм – удаленности от водоемов, заливных лугов, опасных производств, свалок и птицефабрик. Почва под будущим КСК должна быть преимущественно песчаной. Так, например, позапрошлом веке была выбрана площадка для московского ипподрома в районе песчаных улиц. Императорские конюшены знали толк в своем деле. Итак, стоит изначально избегать переувлажненных участков, равно как и низменностей, непосредственно примыкающих к лесу. К тому же лес тревожит лошадь. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 3-5 метров. Не стоит строить КСК вблизи болот и водоемов с низкими берегами. Повышенная влажность отрицательно скажется на здоровье лошадей. И в целом система водоотведения при строительстве КСК – одна из базовых, наиважнейших задач. Еще один принцип расположения конюшни – это хорошая просматриваемость, что отвечает природной потребности лошади. Лошади всегда выбирают просматриваемые места и ориентируются по ветру. Так они обеспечивают свою безопасность. Если ваши лошади живут с ощущением безопасности, поголовье будет адекватным и смелым. На стадии концепта проекта обязательно стоит определить направление господствующих ветров и не располагать здание конюшни на самом высоком, самом продуваемом месте участка. Проектирование территории КСК всегда привязано к ландшафту, подъездным дорогам и внешним инженерным сетям. Будь то придомовая конюшня или КСК европейского уровня, правила будут едины. Мы всегда исходим из природных особенностей лошади, обеспечивая ей условия для развития и поддержания ее работоспособности на долгие годы. Территория КСК – это не завод, не должно быть никакой скученности зданий. У лошадей должны быть возможности для прогулок вне рамок тренировочного процесса. Каким бы ни был огромным денег, для полноценного отдыха, восстановления сил, снятия нервного напряжения и обеспечения хорошего обмена веществ, лошади нуждаются в движении. Кроме того, лошадям, как собственно и людям, нужны положительные эмоции, иначе они становятся пугливыми и психологически подавленными. Поэтому правильно организованная территория КСК обеспечит стабильность психики лошади, что положительно скажется на процессе ее подготовки и использования. Размер территории должен соответствовать содержащемуся на ней поголовью. Отсюда идет расчет количества леват, размера тренировочных площадок, складских и подсобных помещений, а также количества обслуживающего персонала. Хотя мы в клубе «Продар» и предпочли бы иметь территорию большего размера, исторически школа верховой езды при Центральном московском ипадроме была спроектирована в соответствии с минимальными зоотехническими требованиями. Мы столкнулись с данностью, но если вы строите КСК с нуля, постарайтесь обеспечить его территорией с запасом. Следующий шаг – определение стилистического решения комплекса, от чего будет зависеть внешний вид конюшни, выбор материалов для ее строительства и прочих технических параметров здания, что важно для решения инженерных вопросов – энергообеспечения, водоснабжения, канализации и вентиляции. Желательно, чтобы в момент строительства лошадей на объекте не было или их количество, как, например, при реконструкции клуба Продар, было минимальным. Если лошади все же есть, стоит разделить процесс на этапы таким образом, чтобы лошади не оказались непосредственно на стройке. Электропастухи и летние денеки нам в помощь. Как же лучше располагать здания конюшни? Исторически их располагали в линию. Например, так построена соединенная с манежем конюшня клуба Продар или форме каре-квадрат, примером чему служат готические конюшни в Санкт-Петербурге или комплекс Старожиловского конного завода. Образцом классического каре являлись конюшни Поченковского и Гавриила Посадского конных заводов. Их можно считать блестящим образцом для подражания. Значительно реже конюшни ставили полукругом, а еще реже закольцовывали в круг с манежем бочкой в центре. Пример круглых конюшен – Терский конный завод. Здесь стоит обратить внимание, что подобные варианты нуждаются в отличной вентиляции, и поэтому более приемлемы все же круглые конюшни без бочек в центре, что к тому же обеспечивает лошади лучшую визуализацию. Примером отдельно стоящих корпусов в соединенных месте является Деркульский конный завод. Такое расположение обеспечивает условия для легкой эвакуации лошадей в случае подобной необходимости. Как правило, все перечисленные конюшни имеют хорошую естественную вентиляцию. Стоит обратить внимание, что ни в одной из этих конюшен не располагали плац и лилевады между зданиями, чтобы не ограничивать лошадям визуализацию, избегать попадания пыли в диняки и не препятствовать эвакуации животных в случае чрезвычайных ситуаций. В конюшнях, построенных в форме каре-квадрат, имелись внутренние выводные плацы, но лилевады и рабочие площадки в этих архитектурных ансамблях располагались за периметром конюшен. Исторические конюшни ставили от юга к северу, чтобы при прохождении солнца с востока на запад внутреннее пространство в течение дня оставалось максимально светлым. Технически конюшня – это два ряда денников, разделенных проходом. Минимальный размер денника 3х3, но лучше 3х4. Базовые минимальные требования. Открывание дверей денников на 180 градусов, ширина денниковых дверей 1 метр 10 сантиметров, ширина прохода конюшни 3 метра, высота потолка конюшни от 2 метров 90 сантиметров до 3 метров 30 сантиметров. Потолок в конюшне не должен быть очень высоким, чтобы зимой не было холодно, но и низким он тоже быть не должен. Ширина входных дверей конюшни от 2 до 2,5 метров, высота дверей 2 метра 40 сантиметров. Лошади должны проходить конюшню спокойно и не бояться удариться о дверной косяк. В конюшне обязательно должно быть не меньше двух выходов. Раздвижные ворота на входе в конюшню использовать нежелательно. В случае пожара они могут стать причиной невозможности эвакуировать лошадей. Для предотвращения теплопотерь в зимний период предусматривают предбанники. Важно, чтобы их двери открывались наружу, а не на двери денников. Предбанник не должен быть темным, иначе лошади, входящие в конюшню, будут нервничать из-за резкого перехода из света в темноту. Также в предбаннике не должно быть резкого 90 градусов поворота для входа. Деревянный пол будет теплее, чем из камня или кирпича, который в свою очередь теплее бетона. Если основа денника бетон, минимальная опилочная подстилка должна быть 10 сантиметров. Резиновый пол позволяет экономить опилки и не впитывает аммиак, как дерево или бетон. Вообще запах аммиака в конюшне недопустим. Помещение должно поддерживать хороший воздухообмен. Размещение окон считается удачным, если лошадь может через него беспрепятственно просматривать окружающую территорию. Мы в Парадаре называем окна конюшней телевизором. Но очень большие окна – это дополнительные теплопотери. Кроме того, перевозбужденные лошади иногда пытаются выпрыгнуть через такие окна и застревают. В результате приходится ломать стенку. Поэтому рекомендуется, чтобы окна были достаточно широкими и располагались не на уровне груди, а на уровне головы лошади. Окно должно соответствовать темпераменту животного, стоящего в данном деннике. Некоторым лошадям можно предоставить возможность высунуть голову, а для некоторых лучше защитить окно безопасной решеткой. Окна конюшни всегда открываются наружу, лучше вниз, и должны надежно фиксироваться в открытом положении. Расстояния между решетками в деннике должны быть такими, чтобы копыта лошади ни при каких обстоятельствах не могло в них застрять. Это один из наиважнейших аспектов безопасности. Прозрачные элементы на крыше конюшни красивы, но непрактичны в уходе. К тому же излишне нагреваются на солнце в летний период и холодят здания в зимний. При двухрядной планировке денников в проходе конюшни размещают развязки. Здесь лошади чистятся и седлаются, но лучше предусмотреть седловочные боксы вместо нескольких денников. Также стоит оборудовать место для расчистки копыт и ковки, обеспечив его дополнительным освещением. Особого внимания требуют двери амуничников. Они не должны неожиданно распахиваться в проход, по которому водят лошадей. Отдельное помещение должно быть отведено под кормовую. В целях гигиены не стоит готовить корма к скармливанию непосредственно в конюшне или деннике. Нельзя хранить корма рядом с попонами, это не гигиенично. Кормовая – это отдельная комната с подведенной водой, канализацией и достаточным количеством розеток для подключения оборудования. Кормление – это не только культура КСК, а в первую очередь здоровье его лошадей. И амуничник, и кормовая должны отлично проветриваться. Важно, чтобы общение людей с лошадьми также было подчинено стандартам, гарантирующим безопасность животных. Например, нельзя просто так без повода угощать лошадей. Угощения должны быть поощрением за что-то, иначе вскоре лошади начнут требовать угощений от любого человека, входящего в конюшню. Если позволять людям бесконтрольно угощать лошадей, это не только расшатает их психику, но и приведет к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Не стоит на втором этаже конюшни размещать жилые помещения для персонала. Это небезопасно. Хорошо, если клубная инфраструктура находится в стороне от денеков. Люди не беспокоят лошадей и в то же время имеют комфортные условия для общения друг с другом. Также не стоит на втором этаже конюшен хранить сено. Это пожароопасно. Кроме того, хранение сена под крышей может способствовать потере его питательной ценности, особенно если крыша железная. Кстати, железную крышу в конюшнях делать не рекомендуется. Она создает чрезмерные шумы во время дождя, что нервирует лошадей. Правильно хранить сено и опилки в отдельных помещениях, удобных для подъезда рабочей техники. В целом, очень важно организовать движение автотранспорта на территории КСК так, чтобы он никогда не пересекался с движением лошадей. Еще одно важное правило. Рядом с синяком не должно быть складирования навоза. Если лужа от навоза растекается в сторону хранения сена, такое соседство может дать грибки и испортить корма. Сено – ценный источник питательных веществ для лошади. Поэтому его хранению в отличном качестве стоит уделять особое внимание. Защита от солнечных лучей и влаги, хорошее проветривание помещения, в том числе складирование сена таким образом, чтобы между тюками оставалось место для движения воздуха. Все это необходимо, чтобы лошади были здоровы и счастливы. Левады не стоит организовывать впритык к конюшне. Это небезопасно в пожарном плане и к тому же нервирует лошадей в денеках. Левады, примыкающие к конюшне, забору или другим строениям, крайне плохо проветриваются и грязь долго не высыхает. Также в них происходит скопление аммиака. Как правило, левады изготавливаются из дерева, но для лучшей сохранности его обязательно стоит специально подготовить. Можно использовать и электропастух. Нелишним будет предусмотреть небольшие левады для выгула чересчур темпераментных лошадей. Манеж должен располагаться по отношению конюшни так, чтобы не перекрывать свет и визуализацию лошадян, а также подъезд конюшни пожарной техники. Грунт в манеже и на открытых площадках должен быть одинаковым, плотным, способным выдерживать внешние воздействия и тренировочную нагрузку лошадей. Организацию грунта и систему его полива стоит доверить профессионалам и не экономить на этой позиции, так как его качество напрямую отражается на здоровье лошади. Наличие в манеже зеркал приветствуется. Борта в манеже обязательно должны быть наклонными. Мы в клубе Продар позаимствовали их конфигурацию у всемирно известных немецких профессионалов конного спорта Йохана Хиннемана и Людгера Бербаума. Скошенные подвесные, что в значительной мере облегчает баронение в области периметральной линии следа. Также от позиционирования КСК зависит, будет ли комплекс только местом для тренировок или турнирной базой. Это влияет на наличие или отсутствие трибун в манеже и на открытых площадках. В завершении хочу сказать, что всю территорию КСК следует рассматривать как единую, как сейчас модно говорить, экосистему, в которой все взаимосвязано и удобно. Что еще важно? При размещении лошадей стоит отделять жеребцов от кобыл. Жеребцы не должны соприкасаться с кобылами, гулять в их левадах или есть из-под них сен. Лошади не должны проживать в непосредственной близости от коров и птиц. Помет птиц даже в малых дозах может способствовать развитию лошадей бронхолегочных заболеваний. Коровам требуется иной климат-контроль, у коров другой ритм жизни и подобное совмещение не пойдет на пользу ни лошадям, ни коровам. Остается добавить, что вне зависимости от позиционирования КСК, амбиций и возможностей его владельцев, вышеперечисленные нормы и правила являются необходимым зоотехническим минимумом. Главное помнить, что безусловный приоритет для любого КСК это здоровье и благополучие лошадей, реальная забота о них, а не декларируемая в рекламных целях. Только тогда атмосфера в вашем КСК будет по-настоящему комфортной. Итак, сегодня мы с вами разобрали, какой должна быть конюшня. В следующей программе мы поговорим о маркетинге, функции, которая помогает сделать КСК не только комфортным, но и успешным. Если проект Экви-менеджмент интересен вам, а информация, которую мы предлагаем вашему вниманию полезна, ставьте лайки, чтобы это видео попало в рекомендованные, и тогда его сможет увидеть еще больше конников, которым оно, собственно, и адресовано. С вами была Вита Козлова, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в КСК! Добро пожаловать в КСК! Добро пожаловать в КСК!